В эфире Лизского телевидения информационная программа события. В студии Юлия Мисура. Здравствуйте, смотрите в этом выпуске. Начинали по народным традициям. С засевок. В Лизском районе дан старт массовому севу. Она всегда объединяла. В Беларуси проходит республиканская добровольная акция «Неделя леса». Сезон сбора березового сока открыт. В Лизском лесхозе в этом году запланировано собрать 150 тонн целебного напитка. Они заслуживают похвалы. Лизские школьники завоевали 25 дипломов на республиканских предметных олимпиадах. В Лизском районе дан старт массовому весеннему севу. В этом году под яровые зерновые и зернобобовые культуры в нашем регионе выделено чуть более 19 тысяч гектаров площадей. У аграриев есть две недели, чтобы справиться с севом ранних зерновых и зернобобовых. Насколько готовы хозяйства личины к важной весенней кампании и что необходимо еще сделать, обсуждали участники районного семинара, который проходил на базе сельхозпредприятия «Песковцы». После они направились на одно из его полей, где работники культуры провели традиционный для белорусов обряд засевки. В Лизском районе техника вышла в поле в конце марта. Аграрии, как говорится, опробовали почву, готова ли она принимать зерно. Земля подоспела, погода становилась благоприятная, а это значит время давать старт массовому севу. Наличие к нему приступили 3 апреля. Но прежде по традиции провели в поле народный обряд засевки. Его организовали работники Лизского районного центра культуры и народного творчества. Программа была основана на обрядах, которые проводили перед весенним севом столетия назад жители нашего региона. Обязательными были тогда молитва и обряд освещения зерна, техники и аграриев. Первым выйти в поле с севенькой белорусы всегда доверяли самому опытному мужчине в семье – дедушке или отцу. В наше время сделать это доверяют руководителям районов. После обряда пересыпания зерна в севеньку, ее передали председателю Лицского райисполкома Сергею Ложечнику. Вместе с Сергеем Ложечником первые зерна в землю пустил руководитель сельхозпредприятия «Песковцы», на поле которого проводились засевки «Тадеуш-Рахатка». Вслед за ними в поле отправилась техника хозяйства. И это стало стартом для массового весеннего сева на Литчине. В прошлом году в Лицском районе собрали хороший урожай зерновых и зернобобовых культур. Воловой сбор составил почти 70 тысяч тонн. Урожайность в некоторых хозяйствах региона была в полтора раза выше к уровню предыдущего года. В 2021-м в регионе запланировано увеличить показатели на 5-10 процентов. В весеннюю посевную кампанию мы входим с немного таким, ну не опозданием, это просто природа так вот распорядилась. Если в прошлом году мы уже 7 марта вошли в поля, то сейчас вы видите 3 апреля, но мы уже недели две работаем по закрытию влаги. Вот сегодня полным ходом все наши хозяйства ходят с посевными работами. И зерновые культуры 20 числа апреля должны закончить сеяться. Ну и следующая культура это кукуруза, конечно же, на зерно это до 9 мая и до 15 планируем закончить в принципе кукурузу. Успех посевной зависит от нескольких составляющих, но прежде всего от подготовки почвы, техники и семян. Все это на личном контроле у руководства района. С готовностью по технике мы подошли 95 процентов, удобрение поступает, по обеспеченности семян 180 процентов. Ну за неделю мы хорошие показали темп по закрытию влаги. Ежедневное задание, оно уже в принципе выполняется и мы где-то на 300 гектаров ежедневно плюсуем к уровню прошлого года. Все это, конечно, благодаря тому, что мы вооружились новой современной техникой, которую сейчас вот в данный момент и демонстрируют здесь. Ну что в отличие от прошлого года хотелось бы отметить, это, конечно, погоду. Весна, она немножко со своими сроками отодвинулась, но в почве достаточно влаги, поэтому в принципе мы все успеваем и технической возможности достаточно. Единственный момент, у нас уже поставлен срок до 20 апреля. И немножко корректируются наши темпы в связи с имеющей место быть гибелью озимых. Она небольшой ее процент, но все-таки эту работу тоже мы должны заложить в свои планы. И очень много нам предстоит сделать все-таки по подготовке и посеву трав для того, чтобы обеспечить свою кормовую базу. В 2020 году руководство Линского района сделало ставку на обновление машинотравления. Тракторного парка в хозяйствах. Ведь на технике с пробегом в 15, либо 20, а то и 30 лет невозможно добиваться необходимой сегодня производительности труда. Удалось закупить ее практически 100 единиц. И большинство уже работает в поле. Что касается техники, то хотелось бы отметить, что вся она подготовлена была к весеннеполевым работам, качественно подготовлена, укомплектована всем необходимым. Достаточно механизаторов сегодня для работы в наших полях. Хотелось бы отметить, что техника белорусская, качественная. И сегодня мы вот видели, да, представляли агрегаты, которые представлены нашими белорусскими производителями, как и Амкадор, так и наш Миноитовский ремзавод. Плюс, как мы называем, супертехника, это по внесению удобрений, химии. Это нашего Лида Агропромаша, предприятие, так называемые опрыскиватели. Она ничем не уступает сегодня тем каким-то зарубежным аналогом, а в некоторых случаях и превосходит, как минимум ценой. А если качественно ее готовить, умело работать, то, поверьте, мы всегда с хлебом будем. На сегодня в Лицком районе посеяно лишь 2400 гектаров площадей, отведенных под яровой сев, а это 12% от плана. Однако посевная компания набирает обороты и с каждым днем цифры в сводках будут расти. 3 апреля в Беларуси стартовала республиканская добровольная акция «Неделя леса». Эта инициатива Министерства лесного хозяйства приурочена к Году народного единства и охватит все регионы страны. Лицким лесхозам в его 11 лесничествах, которые находятся на территории Лицкого, Вороновского и части Щучинского районов, за неделю будет высажено не менее 180 тысяч деревьев. Кроме того, участники акции будут приводить в порядок послезимы лесные массивы. К благому делу присоединились и жители Литчины. Жихары Литчины в первый день добраченной акции «Ты день лесу» и вышли массово, свыше 200 человек, и попрацовали на славу. Одны наводили парадок у лесных массивах коленаселенных пунктов, другие, и таких была большая, были заденечены на посадцы лесу. Вся род помощника у работников Лязгаса были люди розного взрослого и розных профессий. «Особенность нынешней акции, что очень активно проявили себе общественные наши формирования организаций. И сегодня вы здесь увидите и нашу ветеранскую организацию, также БРСМ, Белая Русь, другие наши общественные организации записались на другие, так сказать, дни этой акции, и потом тоже мы с ними встретимся. Они нам помогут на ведении парадков, посадке новых лесов, а, естественно, мы их поблагодарим и будем благодарны за их добровольный, скажем, труд, что они нашли время, приехали и обратили именно внимание на наши, так сказать, леса, наши места отдыха, которые, по-другому, очень много вокруг города литы». Постоянные удельники акции «Ты день лесу», «Школьники» и «Молодь». «Селитены» так само не застались в Баку. В учни 6-й лицкой школы и члены БРСМ в субботу працовали в лесе каля в улиц Рыбиновского и Тухачевского. Побач – представники ветеранской организации. И хотя помеж их поколениями 10-ти годов, жадание зарабить свой регион чистым объедновало. «Я считаю, что именно наш пример должен служить примером для молодого поколения, чтобы они всегда были в строю, принимали участие во всех таких мероприятиях, но и не только участие в мероприятиях, но и вообще очень активно относились к жизненной позиции, к тому, что сегодня у нас, так сказать, является какой-то особой заботой о подрастающем поколении. Именно молодежь должна быть в первых рядах. Я думаю, что она и есть в первых рядах. Вот сегодня мы наблюдали, что ученики 6-й школы пошли работать тоже. «Каждую весну и осень мы приходим сюда, помогаем убирать территорию леса. Также, когда у нас есть свободное время, мы пытаемся приходить, чтобы помочь нашим работникам леса, лесникам убрать территорию». «Мы очень любим свежий воздух, любим леса. Любим, чтобы в нашей лиде, в наших лидских лесах было всегда чисто». До помога доброхвотных помощников работникам лесгаса вельми потребна. Площи великие и своими силами худка не справится. А хочется, чтобы лесы были чистыми, а памятные места у них и зоны отпочинку доброупорадкованными. «Здесь очень большой объем работ ежегодно. С помощью наших добровольных помощников мы проводим по благоустройству. Здесь уже, скажем так, природа вышла после зимы, поэтому необходимо навести парадок, тем более, что зима была сыровая. Здесь много, допустим, прилегающих возле лиды лесных массивов и обломанных веток, вершин и других, поэтому требует внимания. И мы с помощью наших добровольных помощников, конечно, хотим привести вот эти массивы в состояние, чтобы приятно было отдыхать нашим жителям города Лид. Это касается Рыбиновска, где мы находимся в первую очередь, микрорайон молодежный, индустриальный и лесной массив возле спортивно-оздоровительного комплекса «Олимпия». Основные силы уперед проведения акции «Тыдень лесу» что год накировываются на посадку дреу. Все лета Лидский лесгаз с третьего по десятого красавика плануя посадить их у своих лесництвах на территории трех районов Лидского, Вороновского и Часцы-Щучинского не меньше за 180 тысяч. Молодые лесы з'явятся на площади свыше 30 гектаров. Расти там будут сосны, елки, бярозы, а местами наводы дубы. У Лидским районе участки выделены каляхра городка дворышча и вёсок Дакудова и Астровля. Гэтай малопродукционные земли, яны выведены с сельскохосподарчага обороту, и земля, где была проведена высечка древ. Минавито-таки участок лесу узнавляется зараз в Калявёске Астровля. У субботу там працавали представники районной организации «Белая Русь», работники мытного поста Бенякони и вучние педагоги Тарновской школы. Сегодня мы с большим удовольствием вместе с детьми сажали и хвойные породы, и берёзы, потому что очень важно каждому гражданину, даже самому маленькому, внести свой вклад в сохранение и приумножение народного богатства и для будущих поколений, потому что леса – это наше наследие. Каждый должен задуматься о том, чтобы свой личный вклад внести в сохранение этого ресурса. Должностные лица Грудинской региональной таможни традиционно принимают участие в «Неделе леса». Наши сотрудники с хорошим настроением участвуют в посадке деревьев, получая заряд бодрости на длительный срок. Мы понимаем, что посадка леса – это не только вклад в экологию региона или восстановление важного ресурса, но и что-то, что мы ставим после себя нашим потомкам. Республиканская акция «Ты день леса» у Беларуси протягивается, и что день у ее становится всё больше прыхильников. В оси улицким лесгасе расписаны практически все дни. Да помахчу навяд день и парадку у лесах, и у их одновлений жадающих шмат. Плануется, что всё лето только же хоро уличчины долучится до акции не омеж за тысячу человек. В продолжении темы леса. Лицкий лесхоз ведет заготовку березового сока. Подсочку деревьев в лесничествах начали в последние дни марта. Раньше делать это не позволяла погода. Плакать с березы начинают, когда на улице не ниже плюс 2 градуса. И хотя лесники переживали, что прогнозируемое похолодание к концу минувшей недели замедлит либо вообще остановит процесс, погода не сказалась на сокодвижении. Сбор березового сока Лицкий лесхоз ведет в 7 из 11 своих лесничеств. В них выделены специальные делянки, где можно подсачивать деревья. В этом году лесхозам запланировано взять у природы 150 тонн целебного напитка. 120 из них экспортируются в Литву. С этой целью заготовка березового сока идет в Вороновском и Жирмунском лесничествах. Лицкая, Фальковическая, Бердовская, Ваверская и Докудовская собирают его для реализации населению. В продажу будет отправлено 30 тонн. Желающих приобрести березовый сок в Лицком лесхозе всегда много. Кто-то предпочитает это делать сам. В таком случае человек связывается с работниками близлежащего лесничества. Они ему показывают участок, где можно подсачивать березы и дают инструктаж по сбору сока. Также его можно купить в лесу на лесосеке. Стоить он будет 25 копеек за 1 литр. Если же покупать в лесничестве, то литр обойдется на 10 копеек дороже. Хочется обратиться к людям, чтобы ваша поездка была не напрасной за покупкой березового сока. Предварительно позвоните, свяжитесь с лесничеством, в которое вы намерены поехать покупать. Уточните, есть ли там в наличии березовый сок, так как сокодвижение и спрос населения никак не зависит от работников лесного хозяйства. Поэтому надеемся на ваше понимание. В этом году Лицским лесхозом организована точка продажи березового сока в Лиде. Расположена она у дома торговли. Сегодня, в первый день ее работы, недостатков в покупателях не было. Кто-то брал 2 литра, а кто-то и более 50. В первой половине дня в городе было реализовано более 1200 литров лесного напитка. Погода внесла свои коррективы в заготовку березового сока. В этом году срок отсрочился, скажем так, на месяц. И не так давно мы стали подсачиваться, заготавливать березовый сок. В этом году была организована продажа березового сока в наших стандартных лесничествах. А также по инициативе нашего председателя райисполкома Сергея Васильевича была организована торговая точка около дома торговли. Планируется, что точка продажи березового сока будет работать у дома торговли не менее двух недель. Но все зависит, конечно же, от погоды. Березы будут плакать до того момента, когда начнется резкое потепление и температура воздуха поднимется свыше 15 градусов. Литчане понимают, что у природы свои законы, поэтому не медлят с покупкой напитка. Сок приехал в город. Это удобно для людей. Вот идешь с магазина, видишь бочку, если ты можешь донести 5 литров, 3 литра, пожалуйста, покупай и будь доволен. Стандартная точка с березовым соком теоретически меня привлекла. Соответственно, я принял решение со своими знакомыми и друзьями купить сок, чтобы его протестировать. Если он мне понравится, то, возможно, я расскажу остальным своим знакомым, чтобы они тоже пришли и купили. Но я надеюсь, что он будет очень вкусным и качественным, и не будет с этим никаких проблем. За неделю с момента начала сезона сбора березового сока Литский лесхоз заготовил для экспорта 25 тонн напитка и реализовал населению его более 6 тонн. Работники леса обращают внимание любителей этого вкусного напитка. Чтобы потом не плакать, как береза, собирать сок нужно, не нарушая закон. Самовольная подсочка деревьев стоит до 20 базовых величин, а это до 580 рублей. На сумму штрафа купить можно минимум полторы тонны сока, а то и более двух тонн. Так стоит ли рисковать? Литские школьники успешно выступили на республиканских предметных олимпиадах. В составе сборной Гродненской области свои знания показывали 56 наших ребят из 15 учреждений образования. И 25 школьников из 8 учреждений образования завоевали дипломы. В копилке Литского района один диплом первой степени, два второй и 22 третьей. В лидерах лечения оказались по 11 предметам. Завоевано 25 дипломов. Это лучший результат за последние 5 лет выступления нашей команды на республиканских олимпиадах. В копилке у Гродничины 93 диплома, то есть практически каждый четвертый диплом это у наших ребят, у литских школьников. Наиболее успешным было выступление наших ребят на республиканской олимпиаде по белорусскому языку, литературе и географии. Завоевано по 5 дипломов, а также на математике завоевано 4 диплома. Рекордным по количеству дипломов стало выступление наших гимназистов. На их счету 13 дипломов. По 3 диплома у учащихся 17 и 8 средних школ, 2 диплома у учащихся 1 школы. И по одному диплому у лицеистов средней школы номер 9, 16 и Круповского учебно-педагогического комплекса «Детский сад. Средняя школа». Хочу поблагодарить в первую очередь наших ребят, особенно 11-ти классников. Шесть из них стали победителями, а это значит, что они могут без экзаменов поступать в учреждение высшего образования нашей страны. Также поблагодарить наших педагогов за их труд, за их старания, пожелать им здоровья и талантливых учеников. И, конечно же, родителей за поддержку и помощь. Мы поздравляем победителей и призеров республиканских предметных олимпиад. И надеемся, что в дальнейшем у них еще будет много наград, завоеванных на подобных испытаниях и не только. Дом без насилия. С 5 по 9 апреля Министерством внутренних дел, Министерством труда и социальной защиты, Министерством здравоохранения и Министерством образования проводится совместная республиканская профилактическая акция под таким названием. За три месяца этого года в Лицкий отдел внутренних дел поступило более 200 сообщений о семейно-бытовых скандалах. Были вынесены 11 защитных предписаний лицам, которые два раза допускали подобное правонарушение в быту. Целью ее направлена на профилактику правонарушений и преступлений в сфере семейно-бытовых отношений. Так как на данный момент этот является очень важный вопрос. Большинство правонарушений всех проходит в семейно-бытовых отношениях, в состоянии алкогольного опьянения. И нужно довести, необходимо довести во время проведения акции гражданам, разъяснить ответственность, а также профилактические мероприятия лицам, состоящим на учете в ОПП Лицкого РУВД, за совершение указанной категории правонарушений в целях дальнейшего неповторения данных их ошибок. Во время проведения акции будут задействованы все субъекты профилактики. Будут посещаться граждане дебоширы бытовые по месту жительства с целью проведения с ними профилактических мероприятий, а также с членами их семей в целях воизбежания с их стороны правонарушений и преступлений. В настоящий момент на территории Лицкого района возбуждено одно уголовное дело за преступления в быту, относящие к категории тяжких. В Лиде, как и других регионах Беларуси, работает кризисная комната, где могут остановиться жертвы домашнего насилия и те, кому нужно спастись от агрессии близких. Также помощь они могут получить в районном территориальном центре социального обслуживания населения, расположенном на улице Варшавской. Сообщения о семейно-бытовых конфликтах принимаются по номеру 102. Никогда нельзя оставаться без участия в данном мероприятии, потому что эти вопросы затрагивают интересы государства, а в основном лица, которые подвергаются семейному насилию, они находятся в зависимом положении от лица, с которым они проживают. И так что, если граждане становятся свидетелями семейно-бытовых конфликтов, прошу незамедлительно сообщать на линию 102 в Лиске РОВД для принятия мер реагирования. В Беларуси станет теплее к концу недели. Такие прогнозы дают синоптики. Пока же сохраняется установившаяся в выходные прохладная погода. Днем в воскресенье в Лиде температура не поднималась выше плюс 9, а сегодня было плюс 11. К тому же усилился ветер. Его порывы достигали 16 метров в секунду. Во вторник, среду и четверг в Погродненской области в дневные часы прогнозируются от 4 до 9 градусов выше нуля. Ночью возможен незначительный минус. А вот с пятницы столбик термометра пойдет вверх. В субботу ожидается до 13 градусов тепла, а в воскресенье – до 15. Правда, не обойдется без осадков. В воскресенье синоптики не исключают даже мокрый снег. Новости спорта. Хоккейный клуб Лида в субботу провел последнюю официальную игру сезона. Дома он встречался с барановическим авиатором и уступил со счетом 4-5. Шайбы в ворота соперника забили наши Андрей Перегуда, Александр Идиатулин, Никита Кардашев и Игорь Спешилов. В итоговой таблице игры развития Лида завершила сезон на четвертом месте. В таблице чемпионата Беларуси в экстралиге подопечная Эдуарда Валиулина – 12-е. Сезон завершили в среднем нормально, но хотелось, конечно, получше. Последняя игра получилась двоякая. В Виве выигрывали. Нам нужна была победа, чтобы получать результат, наверное. Но, к сожалению, удаление пятиминутное, которое повлекло на результат этого матча. И мы играли пять минут в меньшинстве. И соперник этим воспользуется. И, скорее всего, что это третья игра была. Может быть, где-то немножко ребята психологически до этого выиграли игру предпоследнюю. И было все в наших руках, но, к сожалению, не дотерпели три минуты. Сезон 2020-2021 Лида начала в экстралиге Б, где заняла третье место и попала в переходный турнир. В стыковых поединках рыцари показали достойную игру, но все же уступили в серии Гродненскому Неману. Поэтому играли в играх развития за место с девятого по четырнадцатое. Здесь они не смогли продемонстрировать стабильный хоккей и чередовали победы с поражениями. Сыграть лучше, чем в предыдущем сезоне, который Лида тоже завершила на 12-м месте, не удалось. Основная задача была сформировать команду и постараться занять высшее место, чем в прошлом сезоне. Но, к сожалению, получилось, что мы остались на этом месте. Но по формированию команды все-таки определился костяк команды. Я думаю, что на следующий год команда лучше сыграет. В выходные Лида принимала участников республиканского турнира по дюдо «Кубок Гедемина». В течение двух дней на татаме демонстрировали свое мастерство порядка 300 спортсменов 2008-2011 годов рождения из всех регионов Беларуси. За награды они боролись в 10 весовых категориях. Личину представляли 27 дюдоистов с дюшор номер 3. Четверо из них завоевали медали. В весовой категории 42 килограмма золота у Никиты Каратая. В весовой категории 50 килограммов бронза у Дмитрия Полишука и Леонида Аксиновича. Третье место и у Ильи Бузука, но только в весовой категории 66 килограммов. Подробный материал о республиканском турнире по дюдо «Кубок Гедемина» и лицких дюдоистах, которые поднимались на пьедестал, выйдет в ближайшем выпуске программы «Спорт как жизнь». Сегодня же я прощаюсь. Встретимся во вторник в 19 часов на нашем канале. Хорошего вечера!